Сначала Милку, а потом Деда. Ебать, короче, это про стримерш, но я буду ждать стримеров еще. Вот стримеры прям поинтереснее будет, потому что стримерш почему-то в большинстве случаев мы все знаем их, а если не знаем, то хуй знает кто это, понимаете? То есть вот так как. Она с ним встречалась только ради одной выгоды, чтобы он подарил ей мышку. Сегодня я расскажу вам истории стримерш, которые когда-то были очень известными, но по итогу они потеряли свою популярность по тем или иным причинам. Ебать, хайп! Кто-то из-за меркантильности, кто-то из-за бездарности, а кто-то потому что просто очень любил шарики. Да, истории сегодня крайне интересны, даже для тех, кто уже знает кто это такие, и я все равно поведаю вам, что же с ними происходило потом. И поверьте мне... Героин. Основная причина, по которой все, как медиа, умирают, это героин. Наркотики зло, ребята. Это интересно. Ну а с вами Милка Мейкер. Сегодня у меня день рождения, я очень... А что ты ее тут вставил? У нее не было день дня рождения. 100 тысяч до конца этого месяца. Давайте, если мы наберем 100 тысяч к концу этого месяца, то я сниму следующий ролик в каком-нибудь интересном костюме. А перед тем, как мы начнем, небольшая реклама. Не надо! Ох ты, блядь, а! Мужик, прости. Клянусь, не хотел. Я на этого CG-подза напиздел, он к тебе пришел. Бля, это вообще ужас. Он знал, что я это посмотрю, блядь. Ну что за гений маркетинга, блядь. Ну-ка, давай-ка, надеюсь, он не скажет, что это тюменская разработка. Ну, следующий ролик в каком-нибудь... Или тюменский маск, блядь, разработал наушники. В каком-нибудь интересном костюме. А перед тем, как мы начнем, небольшая реклама. Тюменцы из компании Кейс Гуру берут для своих наушников все самое лучшее от других брендов. Микрофон у CG-под с Air Pro такой же, как у эпловских ушей. Прямо с того же завода. Так что он максимально чистый. Прямо те же маленькие азиатские ручки собирали. Передает звук. Антропометрически выверенная форма. Наушники не жмут и не давят, и не выпадают, в отличие от яблочных. Тюменцы устанавливают эталон звучания благодаря... Ну как тюменцы могут устанавливать, если ты говоришь, что там же, блядь, собираются, где и Apple? Блядь, ну что за логика нахуй? Алло, кто маркетолог этих наушников-то, блядь? Да что ж такое-то, блядь, а? ...здоровенным динамиком на 10 миллиметров. Также тюменские CG-подсы устанавливают нов... ...блядь, я вот... ...блядь, я кринжую, сука, с этой рекламой, блядь. Я зло. Да, наркотики реально зло. Хорошо, спасибо за тысячу. Ай, блядь, как ты достал. Ну вот нахуй... Бля, вот знаете, когда ты, блядь, вот... ...хочешь свой бренд пихать... ...это так кринжово выглядит, и ты свою ебучку просто туда клеишь зачем-то. Но вот зачем мне знать, кто их, блядь, придумал? Чел, ты, блядь, делаешь наушники, нахуй. Ты нашел завод, блядь. Ну так пуш их делай, блядь, пизда ты наушники. Зачем ты свое лицо туда пихаешь? Зачем ты, блядь, называешься тюменским, сука, Илоном Маском? Я не понимаю. Илон Маск, блядь, он не начинал с бахил, блядь, и с наушников, тем более. Чел, нахуй, стал миллионером и начал, блядь, ракеты, сука, строить, блядь. Ну, наверное, нет. Наверное, он не начинал ракеты строить с самого начала. Наверное, он что-то другое строил. Я не ебу. Но это не смешно, это кринжово, блядь. Это знаете, это вот, чат, вот вы сейчас поймете вот аналог. Это вот такое ощущение, что ты приехал куда-то, блядь, в какую-то задницу, блядь, нашей страны. Ну, то есть, в свою деревню, дачу. И ты включил свой любимый СТС. А там вместо нормальной рекламы какая-то кринжуха ебаная. И тебе, блядь, рекламирует поп какой-то свой канал. И ты такой, что вообще тут происходит? И почему вместо моих мультиков здесь сидит какой-то святоша мне что-то рассказывает? И еще реклама какая-то странная. И я такой, блядь. И вот так оно и выглядит, эта реклама, она какая-то кринжовая, сука. Ну, то есть, начинается хорошо. Но опять вот, Тюменский. Вот там, Вадим Боков, Тюменский, Илон Маск. Ну, зачем ты себе вот, ну, блядь, ну, мужик, ну, перестань ты себе говорить, блядь, что ты Илон Маск, ну. Вон, Лост Мэри, русский бренд, блядь. Это не реклама, если что, я просто дудю его. Тоже русский чел сделал, он что, себя Илоном Маском называет, блядь? Новый стандарт разумной цены на беспроводные наушники. 5 тысяч рублей. Это аж в 4 раза меньше, чем у Apple с их неадекватно завышенной ценой. Блядь, неадекватно завышенная цена. Ёбаный сыт, блядь. Вот, ну, ну, вот. Кейс из хлипкого пластика, суперпрочный алюминиевый кейс, выдерживает 220 килограмм. А нахуя мне выдерживает 220 килограмм? Ты можешь мне сказать, блядь? Блядь! Привет всем, я скучала, наконец-то могу на стриме быть. Привет, привет, Волк. Привет, гель, спасибо большое за донат. Ёбаный стыд, блядь. Чтоб ты сел и не раздавил их. Это не я, наверное, ламака, чтоб всем. CG-Pod 6 это стандарт неубиваемости наушников. Кейсы заявят... Там что-то, пузырёк какой-то надулся. Соновая алюминия, выдерживает 220 килограмм нагрузки, абсолютно неубиваемый материал. У тюменских наушников есть влагозащита. Более дорогие Apple от воды не защищены совсем. Золотой стандарт эстетики наушников тоже за тюмен. Имба вообще. Пускай CG-Pod сразу в пяти разных цветах, супер приятных на ощупь софт-тач кейсов. Тюменский CG-Pod становится самым настоящим золотым стандартом беспроводных наушников в России. У Кейс Гуру много интересных гаджетов. В преддверии праздников порадуйте себя и своих близких. Скани руку ар-код или переходи в описании. Там ссылка на беспроводные наушники CG-Pods по разумной цене. Кромакод Милка на... Это Яндекс, братишка. Это Яндекс, братишка. Это Яндекс браузер жёсткий, реально. Я вот думаю, если у вас стоит Яндекс, я бы так вас призывал в телегу подписываться тоже кейр-кодиком. На скидку там же. Ну а мы продолжаем. Первая история, которую я вам сегодня расскажу, это Карина Стример. Опа. Что за хуйня? Сложно, сложно, блядь, сложно. Блин, она сейчас выглядит так как-то непонятно. Какая-то прям это... Что-то вширь разнесло её. Конечно, там фигура пиздец поменялась, блядь. Но мне она худенькая больше нравилась. А сейчас не особо заходит. Чё поделать? Ну в хорошем смысле типа разнесло, я имею ввиду. Она раскачалась, блядь, там занимается фигурой и все дела. Но она прям здоровой такой стала. Прям... Да нет, это я соскуфился. Я ничем не занимаюсь. А она просто большую фигуру себе сделала такую, типа. Ну в общем... Эээ, я думаю, олдэбер. Ну в общем, короче, маленькая она мне больше не нравится. И согласно знает, что это за персонаж. В своё время эта девушка внезапно появилась на просторах интернета из-за различных мемов с ней в пабликах. Чел, ей почти 30. Ей не может быть 30, она на год старше меня, по-моему. Она примерно моя ровесница. Вся суть её хайпа заключается в том, что это была первая девушка-стримерша, которая начала материться на трансляциях, вести себя крайне агрессивно. В её речи, в её эмоционировании исключительно одни маты. А также... Блин, кошмар, ужас. ...вестись на различные файтерские донаты. Проходит голосование за открытие заведения в городе. Если сможешь чем помочь проголосовать за Подольск, будем благодарны. Не можем. Но я скину. Вдруг кому-то будет не похуй проголосовать за Подольск. Оно просто превосходно. Ты шмар и тупая, но у тебя чудесная бесподобная охуенная еба. Да, если кто-то не в курсе, то первый открыватель этого дерьма не Даша Корейка. Здравствуйте по многочисленным жалобам. Мы готовы предложить вам лосьон. Любить ящик, а чтобы не младеть на вид стрим. Чё за хуйня? И далее Карина продолжает и продолжает доить одну и ту же тему. Один и тот же образ, одни и те же приёмы. Из стрима в стрим, из стрима в стрим. Поаплодируй мне, блядь, Алёна! Я думаю, что уже на тот момент её история могла бы закончиться, но происходит следующее. Она начинает знакомиться и обзаводиться друзьями в сфере видеоблогинга. Её судьба тесно переплетается с одним крайне известным видеоблогером... Шевцов. Да? Алексеем Шевцовым. ЕЕСТЬ ЖЕ! Ну! Сука, ты уже заебал стримить! Вырубай уже нахуй, блядь! Ты заебал! Вырубай стрим, блядь! Дай мне поспать! Алексей Шевцов, так же как и Карина Стримиша, был известен за... Ну, брат, лично, неординарный выстр... Закреп. Разрабы дали добро на шоу-мать, спросили, подождём ли мы до воскресенья, или там контент-менеджер чё-то придум... Да-да-да, вообще легко, легко, ебать, подождём. Спасибо, спасибо, передай мужичку. Курседов, спасибо, блядь. Сказывание... Кто-то рождается просто немцем, и он уже по факту лучше, чем ты. Ну, давайте говорить прямо, он лучше, чем ты, просто потому что он уже немец. То есть у него уже есть привилегия над тобой, тупо в национальности. Который, кстати, не выбирал. Я одобряю. И в целом, аудитория у них была, ну, примерно похожа. Но чтобы дополнительно адаптироваться под его аудиторию, Карина решила, что нужно стать псевдоинтеллектуалкой. Проходится в нашей замечательной образовательной системе. Мепечками с синусами, косинусами, квадратными уравнениями, нафталиновыми книгами. В общем, чем угодно, кроме реальных знаний об окружающем мире. Интересно, кто на полном серьёзе слушал эти интеллектуальные тираты? Не знаю, я пару роликов посмотрел, только потому что девочка красивая была. Я честно скажу, я скрывать не буду, мне вообще скрывать нечего, похуй мне вот. А чё она там пиздит, да мне поебать было. Я был даже очень рад, что она перестала орать, как чмо. Мне даже это понравилось. Начнём с этого. А сейчас она злая какая-то стала и негативная, и, блин, ужас. Короче, как я, только более злая. Только шеф ещё добрый иногда может быть. Это если есть баночка небольшого, а такого маленького допинга в виде энергетика. Ну это... Ну это я осуждаю. Начинают выходить различные ролики про книжки, про политику, про всё, про что, короче, обычно рассказывал Алексей Шевцов. И тут начинается самое интересное в её карьере. Она начинает тесно взаимодействовать с Лёшенькой, также с его корешем Бананом. И дружба эта напоминала что-то в духе того, что у неё и так уже есть парень, который... Сижу, туплю, двадцать, и не сплю. Задумался, зачем я начал работать и чё-то приуныло. Так не, ну работать-то все на дну. Должны работать все, понимаешь? Что задумываться-то, блин? Что ты задумался? Что надо работать всем. Даже я, типа, понял? Работаю. Ну я на самом деле на хлебник ебаный, понял? В этом наша разница. Попрошайка чисто в переходе. Это я, добрый вечер. Прошу помощи, блядь, а сейчас-то русский охранник сказал, русских здесь не обслуживают, поднастрите. О, ой, не, не будем такого. Не будем такое делать. Сорри. Даже несмотря на то, что он такую хуйню сказал, мы не будем это делать. Я осуждаю рейды. Была очень известна схема девушки-стримерши скрывать своих парней, чтобы их подписчики думали, что им что-то может перепасть за донаты, за подписки. Напиши жалобу, блядь, куда-нибудь, и все. И уволят, типа. Таким образом, они гораздо активнее поднимали бабло с ложков. Ну и у Карина та же самая история. У нее был некий Андрей, который потом, как выяснилось, оказывается, все делал за нее. То, что ей сценарий... Ни одного не вызывают доверие наушники, которые рекламируют блогеры из-за истории в 2015-м, когда все рекламировали радиоактивные битсы. Да, 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 есть такое. Да я не особо понял, воспринимаю рекламу техники какой-то. Ну, то есть, прикольно, оно все заебись. Вот из техники меня радует только Яндекс, например. Ну, потому что я сам этим пользуюсь, поняли? Но у меня ощущение, когда Яндекс у меня вот засылает какие-то товары, их показывает, что эти товары, они не нуждаются в рекламе, понимаешь? Их и так люди будут покупать. Все, в принципе. А вот Тюменский Илон Маск, блядь, вот это вообще пиздец. Что это за кринж? Пишут, другие люди, а сама она двух слов связать не может, блядь. Но это очевидно было всегда. Я как-то договорился с Кариной. Вообще, смеяться над Шевцовым низковатый флекс. ...поиграть в Харстоун, потому что узнал, что она играет. Как я думал, что я играл с Кариной. Как потом только оказалось, выяснилось, что Карина-то со мной и не играла. Она с этого удивилась. Это был Андрей. Получается, я общался со страницей Карины. Мне отвечал со страницы Карины Андрей. Если вам ответила Карина, скорее всего, это бородатый мужик. У меня команда, блядь, из штатива и моей мамы, которая светит на меня, блядь, сука, светом, блядь. Сама лично стоит и вот светит. И помогает мне. Всё, оформление стрима делал Андрей. Все сценарии... Ну, Андрей молодец. Это скуф из госуслуг забрал себе реально нефоршу. Ну. И у него всё заебись. Я ему даже чуть-чуть завидую. Чё, блядь, ну, а чё пиздеть-то? ...рек роликом делал Андрей, всё, монтировал Андрей. Даже фоткал её в... ...различных интимных... Ну, охуенно фоткал. Чё, ну, ничего, блядь, на палец-то, блядь. ...то в сессиях тоже Андрей. Я кукол доминирую. Осуждаю. Это интересно, потому что Алексей почему-то, даже зная о существовании Андрея, всё равно продолжал подкатывать шары Карине. Помню, что я обсуждал с Шевцовым. Мы с ним спорили много о том, кто ей Андрей. И я ему всегда доказывал, что, типа, он её, типа, парень. Типа, я ему говорю, чувак, это же очевидно, нахуй. Вот она без косметики ещё красивее, я тебе отвечаю. Походу, реально какой-то троллинг. А Карина, видимо, скажем так, не очень хотела, чтобы Алексей подкатывал к ней шары. К тому же, этот Андрей постоянно от неё не отвязывался. Бля, ебать, Санта-Барбара какая-то. Я чё-то даже в охуе, ну-ка. Даже интересно, блядь, если честно. По словам Хесуса. Как она в целом может кому-то под... Когда ёлку уберёшь. Ну, в мае где-нибудь. ...катывать, когда Андрей её преследует, везде за ней ходит, блядь. Он её вообще не отпускает никуда и никогда. Но, видимо, Карина продолжала терпеть Лёшу, для того, чтобы продолжать иметь с него его подписоту. Но, по итогу, что-то пошло не так. И она решила сказать следующее. Алексей Шевцов просто женоненавистник, потому что он... Серьёзно, ну, как бы пообщей... Потому что кто? Алексей Шевцов просто женоненавистник, потому что он... Какая-то несвязанная хуйня, ну ладно. Серьёзно? Ну, как бы по общению с Алексеем Шевцовым я всё больше и больше убеждаю, что он... Чего, блядь? Это очень обидело Лёшу, и он прервал с ним всяческие отношения. Личность Карины на моём стриме закончена. Этого человека в моей жизни больше не существует. После чего она стала ещё и в сторону Банана, его кореша, говорит следующее. Про Банан... Бананан, да, действительно, что он свою дочь. Что он пи***я, свою дочь. Просто она слегка подохр...ла и бросается фразами... Ебать, что сказала нахуй. ...за которой мы с ней ещё пообщаемся. Да, конечно, обвинение в педофайлинге... Ну, это пиздец какой-то просто. Ебать, я вообще не курс. ...ссоры с Лёшей, а также с другими своими друзьями в сфере стриминга, блогинга. Она разосралась вообще со всеми, с кем имела хоть какие-то взаимосвязи. Видимо, там остался только Андрей Казакадр. А, Андрей это, как я понимаю, парень Карины, да? Это очень сложный вопрос. Ну, блядь. Это её дядя. Вот ты меня наебал. И аудитория от Карины ушла. С тех пор она гораздо активнее вела... Да ну, блядь, она ушла не из-за этого, ебать. Всем похуй на этого Андрея. Если честно. Типа, она ушла не из-за этого. Она ушла из-за того, что... Чувиха просто хуйца забила, блядь, на стримы. О, дайте что-то поскромнее возьмём. У человека... ну, лифчика нет просто тут. Инстаграм, нежели Твитч. Вот. Так вот. Я к чему говорю? К тому, что, типа, чел просто хуй на стримы забил. Поменялся кардинально в поведении. Стал... Ну, она такая... Стала какая-то более депрессованная какая-то, ну, по ощущению. От неё вайп такой немножко злой, как будто. Как будто чел, блядь, познался... Ну, познался настолько, блядь, в этом мире. Шо пиздец. И вернулась спустя какое-то время. Всё. А так бывает на Твиче, когда ты, блядь, людей здесь оставляешь, своих зриловцев. Они такие... О, нихуя ты нас оставил, ну и нахуй ты нужен. Они находят другого человека. Это так нормально, это так работает. Поэтому, как бы, ну, а какие вопросы могут быть? А не из-за того, что у неё там Андрей был. Да поебать вообще на него было, сколько я помню. Это история про Андрея. Она, блядь, вообще на 2Ч завирусилась. По-моему, как только, блядь, вообще Карина появилась. И всем было похуй абсолютно. Включили Ютуб, Ютуб-канал она, в принципе, уже забросила. Ну, и в Инсте у неё выходило примерно вот это. И чё? Да. Ну, как это? Ну, вот, и, короче, и вот с момента, как у неё фигура пошире стала, я такой, ой. Ну, стало грустно. Подписчиков она со своих интересных фотографий золотал немало. Все разы, что гуляешь с ней, как бы, проходят итальянцы. И, сука, все оборачиваются, реально. Ну, а также она завела себе что-то типа фанца. Ну, по сути, это тот же сам фанц. Просто на отдельном сайте. И теперь активно продаёт свои интимные фотографии там. По итогу, она стала очень редко стримить. Короче, ничего интересного. Мадам подняла себе хайпа на наигранном образе. Это та пизда, ебутая, проехавшая, пизда, бля. И в итоге оказалось, что за образом... Чем тебе помочь? У нас, у меня нет зонтика, братишка. ...скрывается самая обычная марионетка, которая сама по себе ничего из себя не представляет. Да, контент. Посмотрев парочку её трансляций, я в этом дополнительно убеждаюсь. Так как сейчас на них не поугарать, не расслабиться, ни хуй. Да-да, да-да, есть такое. Никакая. Максимум, что она может выдать, это позвать общаться в свою приватку на унлике. Вообще, у меня на сайте новые фотки вышли, если вы не видели. Можете посмотреть. Бля, вот смотрите, да? Ну вот, попроси их не трогать меня. Блин, катан. Ну не могу я этого сделать, к сожалению. Мы будем ждать, когда ты обилишь свою репутацию, понимаешь? До тех пор будем писать, ну что поделать. Наверное, этот момент когда-нибудь наступит. Ну, наверное, он наступит, когда ты такое возьмёшь и скажешь. Бля, ребят, я изменяюсь. Я все свои старые связи, вообще всё нахуй. Я буду хорошими делами заниматься. У тебя не было никогда такой идеи? Мне кажется, было. О, Алин, привет. Так, а что она написала? Мама в чате. Чё-то на Алину похоже, Вов. Чем, блядь? Она не похожа вообще. Она просто вот... Я сейчас, чё? Я думаю, сейчас она ещё больше зарабатывает на своих фото, её ничего не парит. Блин, Алин, тут типа знаешь, в чём прикол? Тут такое рассуждение на тему того, если её это устраивает, то, наверное, скорее всего, да. А, например, у меня в моём случае моя моральная составляющая важнее, чем какие-то деньги. То есть, ну, блядь, я бы выбрал более... Ну, наверное, ты бы так же выбрал, если что. Погорбатиться, погорбатиться, блядь, буквально годик и выформить те же деньги, которые ты лупишь, там, допустим, ну, со своего, показывай, титю попу. Ну, вот так как-то. То есть, для меня это, блядь, пиздец, как принципиально. Я бы себе даму никогда не выбрал, у которой его тонлик есть, например. Никогда вообще. Вот прям запрет, пиздец. Поэтому, да, типа... Понимаешь, это же самое лёгкое, наверное. И да, можно бесконечно долго, блядь, рассказывать о том, как ты там, блядь, занимаешься. Ну, да, конечно, бывает экземпляционистов. Экземпляционистов дохуя, слушай, типа... Просто приходят, хуй достают и всё. И она может рассказывать долго, как ебать это сложно, типа... Как там, блядь, вот это вот фото делать? Как это, блядь, там вот заниматься собой? Так, блядь, ты же для себя изначально занимаешься. Вот ты ходишь в зал, ты для себя это делаешь. Или же для того, чтобы больше продавать. Ну, то есть, в данном случае ты рассматриваешь свой... Своё тело, как, например, вид заработка, наверное. И улучшаешь ради этого. Но одновременно для себя. Я не могу сказать, что фоткать там... Себя попураком, это сложно как-то. Правда. Вот в этом и прикол. Это самая, типа, лёгкая вообще дорога. В принципе. Поэтому, чат, поэтому... Вы видите миллион, нахуй, всяких медийных аккаунтов, у которых есть там онлик, блядь, с подробностями. С полным ознакомлением в развернутом виде. Потому что это ебать как легко. Причём, ебать как легко, байтить вас. О, нахуй. Это же бесконечный круг. Можно бесконечно сколько раз пиздеть на то, что есть такой контент. Но, очевидно, его бы не было, если бы никто это не покупал. Другие бы такие, ой, а чё-то и нахуй мне этим заниматься, если это доходы не приносит. А значит, что это палка о двух концах. Виноваты двое. Я не покупаю. Но кто-то, блядь, покупает. Ну вот, например, она стала как женщина уже выглядеть. Я такой, блин. И образ милой такой худенькой девочки, он пропал. Поэтому вот. У тебя есть бустя. Ну да, я же там, блядь, сисью показываю. Голубь. И попу. Знакомлюсь я на сайте у себя. При том, что у неё, по-моему, до сих пор есть молодой человек. Блядь. Но оно и не удивительно, что ещё может выдать человек, который всё ради чего он пришёл, как бы, на Твич, это деньги. Меня расстроило то, что я не сделала это ещё несколько лет назад. Потому что за эти два дня я заработала, как за год с рекламными контрактами. Я заработала намного больше, в несколько десятков раз больше, чем я ожидала. Да? Никто, блядь, не поспорит же, правильно? Но это ебать как легко, я ещё раз говорю. Я вот жду, когда произойдёт момент, когда общество такие, блядь, ебать, это пиздец. Нахуй нам такой нужен вообще. Там, на работе, блядь. Нахуй там такой нужен, блядь, ещё где-то. Чтобы вот сидели они там у себя, блядь, и продавали. Ну, чтобы нигде вообще вот их не появлялось в обществе, в принципе. Потому что, ну, это же сюр. Это же не норма типа, правильно же? В нашем обществе. Мы должны стремиться к уважению женщин, к уважению мужчин. И ещё раз, очень важный моментик. У неё не совсем какой-то пиздец контент, я вам так хочу сказать. Я такого, блядь, понавидал, нахуй, где, ну, реально, прям, очком чуть ли не на камеру садятся. У неё мега-лайт. Просто, ну, мега-лайт. Ну, короче, блядь. Счасть канал другу, у него сегодня Дорен, начинающий стример. Чисто по-братски можете поздравить, поддержать канал у него. of the zen. Мы не будем поддерживать, но с днём рождения. Тишка, куплю намотик, можешь накинуть пупсик. Что, блядь? Так, а ты если копишь, нахуя ты мне донатишь? Вон, накопил один, слышишь? Ну и нравится, людям нравится, ну и всё хорошо. Блин, Алин, вот только честно. А если бы я сказал, что мне бы понравился контент, который бы постила ты? И я думаю, блядь, ну, и, вот, я просто понимаю, мне, ну, им нравится. А кому, блядь, не нравится, скажи, пожалуйста. Ну, вот ты бы пошла на это, если бы тебе многие сказали, Алин, давай, типа, заводи. Ты бы вот этим занялась? Это не подкат, если чё, чат, успокойтесь, хватит хуйню нести. Я-то нет, но я и не люблю себя, и такое, что? Немного не понял, но... Ну, видишь, ты-то нет. Вот что ценится, цениться должно, понимаешь? Ты-то нет. И я нет, понимаешь? И поэтому я ценю, типа, первостепенно, что, вот, вот этим не занимаются, это, оп, и интерес сразу выше становится, понимаешь? Чем я такой, а, бля, онлик, пиздец, у меня интерес вот так падает. Вот реально, вот так сразу. Это добавляет ценности тебе. В такое сложное время, где у каждого, типа, есть, блядь, такая хуйня, понимаешь, про чё я говорю? Ну, минус вайп. Да, 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 я... Да мне тоже стыдно, блядь, за других ребят, понимаешь? Я же говорю, типа, здесь проблема двух сторон. Тех, кто этот контент производит, и тех, кто его покупает. Всё. И, ну, ты с этим ничего не сделаешь, поэтому, вот. Ты уж сам себе отца особо забыл? Не, не забыл, помню. Как только находится что-то более выгодное в финансовом плане, конечно, стриминг уже идёт нахуй. Да чё, да я не знал, что можно приватно это сделать, блин, я публично сделал. Рекламная пауза. А мне толстовка на молнии шикарна. Шо, все майки, блядь? Нет, все маркет. Ты шо, охренел, две рекламы запихнул совсем? А это футболь... Футболки от Илана Маска. Да бля, ебать, это разъёб вообще полный. Что в браузере сделали? Это просто охуеть можно. Всеми акциями на сайте. Ну, а мы продолжаем. В западных странах уже не раз были примеры стримерш, которых отменяли из-за жадности. Что у вас есть часы на Твич и нет пяти долларов, что... Бля, ребята, пиздец, ансабы лохи, реально, бля, ой. Чтобы поддержать меня. Вот, например, отрывок стримерши, которая... Если вы смотрите Твич как человек, не делающий пожертвований, не являющийся сабом, вы становитесь пиявкой. Подверглась осуждения. Поняли, блядь, вы? Нищета ёбаная. Это пиздец, вот как... Как у людей вообще хватает, типа, совести такое пиздеть. Вот ты сидишь, хуйня ненужная через экран вообще. И чё-то там сидишь, ты говоришь, вы не имеете права, блядь. Да иди ты нахуй отсюда, господи, блядь. Это просто ужас. Я не знаю, я бы прям... Никто не скидывают ей бабки. Никто не обязан ничего скидывать. Понимаете, я уважаю своих зрителей. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи, блядь. Шука. Шука. Сейчас, смотрю, у тебя меньше, чем 3, раньше, так как появились друзья, но, к счастью, они откисли от меня. Ой. Поэтому я вернулась. Чатку. Ты меня напугал, я думал они умерли уже Спасибо за 200 рублей Даже говори как-то смешно, если честно Инвейдер Ви не стала исключением Но обо всем по порядку Боже, колбаса лежит, блядь В чулках сетчатых, я в ахуе, блядь Стримерша, которая является Что ни на есть банальной Твич стримершей Она надевала различные наряды И лутала бабки со своей аудиторией Да, наряды, конечно Блядь, такие лохи ебучие, блядь, это пиздец Ведь За эти деньги, которые ты туда сливаешь Ты можешь зайти на Соответствующий сайт и посмотреть вообще Все, что хочешь, блядь Вот ровно, блядь, за тот же прайс В чем логика, блядь, я не понимаю На вкус и цвет, блядь В прямом смысле этого слова, вообще все что угодно Блин, да даже за бесплатно Какой-нибудь другой задонатит Реально, блядь, чуваки Я вообще не понимаю этого смысла Этого культа, блядь Блядь, одно дело, когда ты таким не занимаешься А другое дело, когда ты так байтишь Типа, ну, блядь Рабочая тема, реально Они просто так дрочат, блядь Ну, да Это вообще странные люди, блядь Я никогда в жизни своей, чуваки Никогда Ну, не могу я вот так вот взять Смотреть там какой-то стрим и такой О, ебать Там сейчас до фантазии Блядь, это какой-то кринж Я не могу ни на фотки с инсты, ни на чё Я захожу на соответствующие сайты Вот прям, ну, блядь, ну не могу я Я испытываю какой-то, блядь, дискомфорт максимальный Это, прикинь, ты озабоченный уебан Сидишь и гоняешь своего лысого, блядь Просто, а типа сидит, играет, например О, да, блядь, тиктоки, блядь Реально, реально не было такого Научить Не надо меня учить этой хуйне Это странно, блядь, чел Короче, это кринж Конечно, действительно интересный Блядь, чё тут вообще смотреть, блядь Извините, конечно Я вахую На твиче является нормой категории стример Которые наживаются на своей красоте Его кубики будут играть в свои Бля, ну это отличный пример, слушай Я вот влюбился сразу Бля, такое, наверное, какому-то миллиардеру только понравится Он такой, ууу, у тебя губы, блядь А это вообще пиздец для меня Ну то есть Это, это ред флаг, блядь, пацаны Это ред флаг Реально Что? На откровенных нарядах и снимающиеся байтом на донаты Лично, на мой взгляд, такое явление, как байты Это неплохо В рамках разумного, конечно Они бывают разные Например, чел может специально начать тупить в игре Чтобы ему прислали донат с объяснением того, что ему нужно сделать Не, этот не специально это делает 30 минуты Я ебал в рот То есть это было настолько изначально просто Как это делает тот же самый папич Не, не, он реально такой, алло Он реально такой Но иногда байты бывают просто пиздецовые И они только отталкивают аудиторию Например, бывали Например, вот эти, блядь, фанатики Андертейла вчера, блядь Это просто ужас, блядь Ты не так, блядь, делай То ты не так Надо вот это, блядь Надо вот так, блядь Надо туда сходить, блядь Думаю, пиздец, блядь Заебали нам Когда стримеры собирали донаты на свои инвалидности И в итоге оказывалось, что никакой инвалидности у них нет Инвейдер, вижу, решил забейтить свою аудиторию следующим образом Тип стриминг Если у тебя есть Это тоже не очень сложно Или видеоблогинг Главное, что... Нет, Рири В чем прикол стриминга, блядь И онлифанса В том, что Ты, блядь, начав стримить Мало кого заинтересуешь Тебе будет тяжело А В сфере онлифанса, блядь Гораздо проще это, блядь Покажи просто чуть больше, нежели это делают остальные Опа, у тебя уже все есть Покрасься, блядь, красиво Одень наряд красивый Все, ты уже заведомо лучше остальных В стриминге так не будет работать Поэтому девчонкам сложнее на Твиче Если ты не, вот, ну, не выглядишь, блядь, как стереотип Твичовский То тебе, ебать, как тяжело здесь будет взлететь Вот и все Хуйню несешь, ладно Хуйню несу Кто-то у тебя, блядь, возможно в рекомендациях Или в джазчатинге всегда какая-то сися, блядь, вылазит Типа, обязательно девчонка Обязательно со стереотипом Большими дойками, блядь И в странном наряде, блядь Что-то я сомневаюсь, что у тебя вылезают Какие-то скромные девчоночки Которые играют себе в игры И ничего подобного не позволяют себе Твич сам это пушит, блядь А если Твич сам это пушит Хотя ты даже не интересуешься этим контентом Какие вопросы могут быть Есть время, чтобы смотреть Твич То наверняка у тебя должно быть 10 баксов Чтобы скинуть их С моей любимой стримерши А если у тебя нету 10 баксов То иди работай, нищеброд Я тут си... Шу и стараюсь для тебя По несколько часов в день О, ты, блядь Нихуя себе, блядь Бедная Пожалею тебя, ебаный в рот На тебе 10 долларов 10 баксов Это не так уж и много Поддерживай Как это? Кота, ну кто забанил, блядь? А ну разбаньте Да, она сказала, что если вы сидите на Твиче У вас должно быть хотя бы 10 баксов Чтобы задонатить их, конечно же, инвейдер В вашей любимой стримерши А если... Бля, кто-то ебет, кто это вообще, блядь Бля, ты не можешь... Я не понимаю, бля, какая-то деревня, блядь Что-то там заявляет, нахуй Ну я не знаю, ну хотя бы, блядь Как-то выглядело бы по-другому, ебаный в рот Это пиздец Вот откуда у людей такое пиздец Самомнение о себе, я не понимаю При всем уважении к деревне, блядь Там девочки пиздец, какие красивые были Если что, бывают Ну, блядь, и... У них и запросов-то, блядь, ебаный в рот Таких нету, блядь, если честно Вот вы мне скажите Это, блядь, сидит какой-то хуй, пойми что И такой говорит Вы должны, блядь, мне тут 10 долларов Нихуя себе, за что это тебе должны тут 10 долларов? Ебануться, блядь Да, ну я понимаю Там хотя бы хоть чуть-чуть, ну, соответствия какого-то было, реально Ну тут вообще им не пахнет, блядь Мне очень много поклонников Я думаю, знаешь, Алин Есть такие, типа, типы Которые очень сильно любят, когда их унижают Говорят, фу, у тебя пенис маленький Ты ублюдок, ебаный, нищий, блядь И он такой, о, бля На тебе деньги, блядь Пожалуйста, обосри меня еще Да, я уверен, и такие есть Типа, фриков пиздец полно Но... Наверное, это на эту категорию, вы поняли? Нацелено Такие, типа, типы, которых обсирают, блядь Ух Я? Схуя ли я-то, блядь? Я самая дорогая проститутка в вашей жизни Во Добавляет ценности только время, в процессе которого она не постит фотки И чем оно больше, тем больше хайф в момент постинга Факт Ну, блядь, да, наверное Тогда хули ты сидишь на Твиче? Иди работай, нищеброд Соси пока что Ну, аудитория Пусть девочки за деньги постят фотки Радуют интернет-дрочеров Чем эти, с принципе, будут выходить ирл Во всякие Интеллы вступать Блядь, чел, не обязательно там насильники какие-то сидят Ну, то, что они странные, у них с головой беда, это факт Рыгу, недавно девочка ударила кувалдой другую Потому что они встречались с челом втроем Вот, в итоге он выбрал пострадавшую И она жива Все, четвертый курс Вот такие люди учатся со мной О, кускуф, иди, спортзал ПЖ Нет Есть ТГ-каналы, где платят за унижение тебя в ЛС Меня или вообще, в принципе, ты образно сказал Это пизда Из человек Предходящей аудитории Примерно 300 тысяч на тот момент Кто-то платит, блядь, за то, чтобы меня унижали А я даже об этом не знаю Это какая-то странная хуйня, ребят Не точно не меня Стало появляться огромное количество Разоблачительных и осуждающих роликов Ее начали топить в Твиттере Также всплыл отрывок, в котором она говорит следующее Так что, если вы, ребята, не знакомы со мной Я узнаю ваше имя, которое привязано к вашей системе Paypal И если ваше имя привязано к вашей системе Paypal А вы мне неизвестны Я поищу вас в Google Я загугливаю каждое ваше имя И просматриваю ваши ссылки Воу, шит, блядь Да наебнутая нахуй Срочно донатим Если кто не понял То, когда человек оплачивает платную подписку на Твич Она получала доступ к его персональным данным И шла гуглить всю конфиденциальную инфу о нем Где он работает, сколько зарабатывает И все в таком... О, как я прям В таком духе Ой, господи, блядь Это, блядь, сумасшедшие люди, сука Они везде, блядь Для чего? Я хуй знаю Но само по себе это просто пиздец, как стрёмно И в том же году, когда... Это шутка, блядь Сделала это... У меня нету ничего, кроме... Того, типа, какой... Каким агрегатором вы заплатили донацию Скажите, когда... Да мне это и не надо, если честно Мне вообще неинтересно, чё там Если честно... Для меня нет разницы Типа, чел донатер или не донатер Начали ебашить, она разлетела... У меня главное зритель На мемы, когда решила рассказать... Ну потому что я больше с этого зарабатываю Я просто обожаю твич Обожаю здесь находиться Всё, чего я хочу Это стать знаменитой на твич Вы можете себе представить, что первый раз, когда я встречал парней Всё, что я им говорила, это то, что я хочу стать знаменитой на твич Чёрт, я даже трахнулась с этим ублюдком И он купил мне эту огромную игрушку Это реальность или нет? Я не понимаю, бля Если да, это полный пиздец Потому что я стала знаменитой на твич Этот ублюдок поверил в мою мечту Хотя он никогда раньше не слышал о твич Боже, какой же... Какой же ези таргет, бля Я ебал Пацаны! Кто? Я даже не сказал, что типа такие Я И каждый из вас верит в мою... Молодые парни закрашивают рекламу наркотиков и пишут VPN прокси Ссылку на телегу Заводил отец, говорит, надо покупать сервера Кажись, почалось Блин, ну я VPN не рекламирую Я рекламирую только хостинг серверов Вот, второй баннер Потому что сегодня мы вместе на твич Я верю, что мы можем пойти ещё дальше Ещё выше Ещё глубже проникнуть в эту крепость Я думаю, что мы сможем сделать это вместе Бля, бля Забанить бы её, нахуй Да, пиздец Походу, у дама от хейта полетела кры... Вопрос, как ты получил игрушку с Тичи? Чел, мне пришлось Дать в жопу за эту игрушку, представляешь? Чтобы мы... Я стал популярным, блядь Я уверен, можно ещё больше расти, блядь И тут ещё 50 рублей, кстати Ну это так, чаевые Бля, это пиздец, это такой кринж Я не верю, что это правда, чуваки Крыша Ну и несмотря ни на что, она продолжала стримить Но уже на более меньшую аудиторию После того, как она решила очень странным образом Забайтить их на бабки Также она решила извиниться за свои высказывания Сказав, что она не то имела в виду И что это вырвано из контекста Вырвано из контекста, где вставка, блядь? Вы имеете право на свой гнев То, что я сказала в том клипе, это было... Семьдесят Ээээ... Да, семьдесят, я забыл просто Чувственно Бестактно И вообще ужасно Но я не имела того, что говорила там в клипе Это было вырвано из контекста Хотя я не буду отказываться от своих слов И не знаю, как контекст может поменяться Но я всего лишь хотела поддержать комьюнити И вас прежде всего Чтобы вы не смотрели меня и шли и работали Алло, не считай, ебаная на ансабах, блядь Идите и работайте, чтобы потом давать шефу очень много денег Вот это, знаете, котик такой милый Я не это имел в виду Я специально мотивировал вас Чтобы вы работали Блядь Это вообще пиздец Ну это... Как я рад, как я рад Смотрите, никто ее, блядь, теперь не смотрит А Наебывалась Все, все Нахуй идешь Класс Я доволен Вот когда... Когда... Я доволен, когда отмена правильно начинает работать Поняли? Вот когда отмена Появляется там, где она нужна И она срабатывает Я очень доволен Охуительно приятно Слетают маски, блядь У всяких уебков медийных, блядь Просто охуительно У меня прям ваш Радость, блядь, на душе становится Радостно Из-за того, что Вот сейчас сидит Фу, как унизительно, блядь Ну ты хотя бы имей совесть, блядь Продолжать себя так вести, блядь Не отдаешь заднюю Все, показала слабость Иди нахуй Петр, спасибо огромное Доброго вечера, шеф Хорошего стрима настроения Чатку, привет Нищеброды Но интернет все помнит В дальнейшем она продолжала стримы Но в какой-то момент Ей просто заблочили твич аккаунт Наконец-то, блядь Ходили слухи, что вот за эту трансляцию Ну я не так давно сходил на ее твич И там есть недавняя трансляция Видимо ее все Ебать, алло, какой-то Я не так давно сходил на ее твич И 86к просмотров, блядь Так эта отмена вообще не сработала, блядь Получается За 4 часа 86к просмотров Это Примерно 4 тысячи или 5 тысяч онлайна Если что Ладно, окей Может 2 тысячи, 2 500 Это пиздец, как много 4 дня, 5 дней Это 5 дней назад Чат, никто не смотрит повторы Если что Повторы смотрят на ютубе В основном Поэтому там просто копейки повтор Посматривают на твиче Поэтому Ну там может 500 просмотров накинется Это В лайве Почитывает твич Ебать Это прям Ну Неплохо То есть Нихуя это не работает Значит получается Вот Ну такое Да, не очень Меня расстраивает Очень, что девочки На твиче не залетают Ну вот такие вот Залетают Там уж в жопу дают Блядь Эхэ Такую хуйню Заниматься ради продвижения Ну ты Кстати Ну Много кто хочет Таким заниматься Если что Много кто даже Ляжет, блядь Типа Там есть Недавняя трансляция Видимо Ее все-таки Разбанили Но снова же Циферки Она набирает Уже не те Что раньше Так что Можно сделать вывод Что жадность До добра Не доводит И иногда Некоторые мысли Лучше Держать в голове Поддерживай Комьюнити Да не надо Держать в голове Это видно Ну и последний персонаж На сегодня Это Татьяна Швед 2000 года Рождения Также известная Как ГТФО БАЕ Чья ты девочка? А я Ах И любительница Шаров Это Почти Также Классическая Триммер Они вообще Друг друга Практически Не отличаются Она стала известной В далеком 2016 году В шестнадцатом году Елбанный сыр Из-за того Что спалила Жопу на стриме Говорят что С нуля на твиче Очень сложно подняться Тебе как было Мне было супер легко Потому что Я когда начала стримы Типа Меня через Небольшое Количество времени Запустили На эшел тиви После этого Типа У меня канал Супер пустанулся Меня там По 200 человек Смотрели Я пошла Закрывать окно Были короткие Вот Вот оно Вот оно Блядь А шефу Пришлось Блядь Мама ебать Всего лишь Буквально Пять лет Чтобы набрать Онлайн Реально Так а я Блядь Я сука Я с вами Нахуй Рос Блядь Девять лет Девять лет Я блядь Сижу На этом кресле Проперданном Убогом И вот Моя Награда Это вы Получается Которые Со мной Уже Пиздец Сколько лет Тоже Как бы По чсвшному Это не звучало Но Разница в том Когда к тебе Резко все приходит Ты резко все Проебываешь А когда ты Долго растешь Долго взрослеешь Долго Тебя люди Узнают И долго С тобой остаются Смотрят Типа С чем-то согласны С чем-то нет Это приятно Реально Это самая Ценная И чистая Аудитория Среди всех Но почему Чистая Потому что Преданная Почему преданная Значит она Дороже всех Стоит Как бы Вы мой заработок В любом случае Типа Я не смотрю на вас Типа Вам деньги Вам деньги Не платят Конечно Но Я стараюсь Как-то по-другому Это все Компенсировать Обещаниями Розыгрышей Которые Я не делаю Вот В принципе Как-то Вот так А когда Вот разом Все приходит И ты такой Бля Да так будет Всегда Ну и Где вы Все Где вы Бля Все Я Сколько Стримеров Пережил Я какой-то Блядь Я Ебаный Дуб Я пустил Свои корни По всему Твичу Реально Меня здесь Ну не вырвать С этой площадки Вообще Я прям Репейник Ебаный Нет Я борщевик Блядь Вот кто я Тот самый Ублюдок Который год назад Было Вот столичка Блядь Но в этом году Он у бабки На весь огород Разъебашился Вот кто я Короче Спасибо вам Но я тут не буду В жопу залазить Я просто скажу Что я 10 Ну Я пью 9 лет А уж 10 Если что 10 лет Это сколько У меня каналов У меня же каналов 5 было Сначала Флэмми СВ Потом Братишкин Потом Братишкинов И вот этот канал Дольше всех живет И вот Я благодарен Твич меня простил В одно время Я вот сейчас Есть тот Кто я есть Вот Форты Которые просто Мне врезались В задницу Слышь Ты это Так в следующий раз Попа не виляй Подойду и шлепну тебя Да Это абсурд Это полный пиздец Но раньше Можно было стать популярной Из-за того На 10 лет Что-то делать будешь Нет Блядь Я же известен тем Что я нихуя не делаю Чел Все стримеры Что-то делают Я нихуя не делаю Я просыпаюсь Жопу помыл Поел Блядь Стрим подрубил Иду Как паразит Включаю человека Который на этот Видос Блядь Убил месяц Нахуй Говорю Говно Или говорю Заебись И все Играла в кс Ну и общалась С аудиторией Да Это и была С новой Я же паразит Ебаный Вот например Отрывочек Из ролика Который называется Лучшие моменты ГТФО Бое Еще раз подчеркну Лучшие моменты Лучшие моменты Не надо Не надо Не надо Пожалуйста Избавь Не надо Не надо Не надо Самый интересный Ну не надо Говорю Блядь Я же просил Паша Майя Уберу Да Вот это Контент Она строила Образ Такой Хрупкой Девочки Который При этом Может Довольно Чернушина Пошутить И послать Кого-нибудь Нахуй Это я Был там Или нет Или это Лоха Был Нихуя Себе Вот это Ебать Красиво Это буквально Мечта Геймеров Которые Еще ни разу Не совали Так сказать Ну вы поняли Идеальная Тяночка На которую Пускали Слюнки Все ее Зрители Ты проводишь Меня Нет Красивый Красивый Охуеть Какой Красивый Успех Привлек Большие Знакомства В то время Танечка Познакомилась С братишкиным А также С огромным Количеством Людей Из его Склада И с другими Блогерами У тебя такая Рука Волосатая Охуеть Не только Рука Вот это Было Время Блядь А Вот это Было Время Сидели Себе В андеграунде Вообще Пиздели Че Котели Вообще Похую Всем Было Сейчас Ничего Не пукни Все Обидятся Блядь Сейчас Поотменяют Все Ебанутся Конечно Снова Здравствуйте Вы Кайфовы Спасибо Большое Ваша Мама Моя Мама Спасибо Интересная Инфа Блядь А вот Ты сейчас Смотришь И думаешь Блядь Какая Кринжовая Хуйня Раньше Блядь Мы дети Все Были Естественно Сейчас Просто Вот такое Смотри Включаешь Уже Время То И не то Соответственно И нормы Не те И кринжово Смотрится Обрасте Доходы Растут Все Заебись Но В сети Всплывают Сливы ГТФО Байи Чья-то девочка Это не я был После которого Выясняется Что пока Танечка Строит Из себя Скромную Девочку Она Оказывается Просто Байтила Своих Ложков На донаты И все Это время За кадром Занималась Сексом Блять 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 Что ты сказал Нахуй Что это Такое Блять Какой-то Скример Ебать Вылетел Как он Узнал Блять Тут Вся Цивильная Я Аж Дернулся Блять Да нет Был такой Чел Который Просто Стример Ебал И все Ну как Вот этот Нахуй Там В Голливуде Который Со всеми Перестречался И Стался Охуенным Типом И актером Блять Вы помните Мы уже Про него Говорили Вот Это Да Блять И вот Такой же Блять Есть реально Люди Шизы Которые Коллекционируют Им Вообще Похуй Че Реально Сумасшедшие Они Записывают С кем Они спали Из медийных Людей Блять Как вам Такое Че Скиллзор Причем Тут он Это Я не Про Стримеров Сейчас Говорю Звучит Как бизнес План Нет Звучит Как Хуй Пойми Что Типа Потому Что Ты Не Можешь Нигде Прийти Я Там Переспала Или Я Там Переспал С ней Ну То Блять Я не знаю Ни одну Структуру Где бы Такие О Мужик Красава Или О Ебать Респект Тебе Дама Ну То То есть Ни Одного Нет Ни Одной Структуры Которую Заебись Ты Сделал Понял Ну То есть Для Чего Это Тогда Ревела И ополчилась Против Когда-то Любимой Ими Стримерши Уже В тот Момент Ее Онлайн Падает До 500 Срителей В Средне Это Много Для Обычного Человека Но Очень Мало Для Того У кого Было В Десять Раз Больше И Далее Выходит Легендарное Разоблачение От Ее Бывшего Товарища Макривского Разоблачение Бывший Друг Таня Рассказала О многом Она Потребляла Шары В Больших Количествах По рассказам Ее знакомых Она Поменяла Около 200 Баллонов Это Каждый По 10 Литров Так И Сдохнуть Можно Кто не знает От такой Ви Котика Селяющий Газ И Кстати Очень Опасный Для Здоровья У нее Даже Был Прикол Она Уронила Баллон Си Наебала Недавно Она Решила Начать Утро С Чашечки Шаров В кровати И Пизданулась Головой Баллон И Потом Быстро Это Так Что Мол Ее Избил Ее Бывший Парень Это Вообще Песня Блять Ну То То есть Давайте Как бы Говорить По факту Вот Вот Сейчас Что Произошло Забудем То Что Мы С Вами Выписывали Тогда Как Человек Возможно Она Пиздец Сомнительная Ведь он Сделал Не сам Не меньше Блять Если честно Почему Блять Никто Не прошелся По нему Почему Он Не наказан Почему О нем Никто Не вспомнил Я считаю Как бы Два Фрика Ёбнутых Типа Очевидно Нашли друг друга Друг другу Заруинили Жизнь Но Почему То У одной Все Плохо А у Другого Заебись Скорее Всего Я Не считаю Блять Сливать Фотки Или Еще Что То Какой То Нормой Блять Это Жи Пиздец Второй Потому Что Не Дико Ну Проблема Была В том Что Надо Было Как-то Наверное В то Время Решать Этот Вопрос Просто Одно Дело Например Ну То Что Психику Ломает Прям Пиздец Вот Вот Эта Хуйня Со Сливом Прям Пиздец Как Ломает Психику Там Бля ГГ Каш Кстати Эта Фотография Если 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 Не Могу Предостеречь Блять Девчонок И пацанов Которые Кидают Интимки Блять Через Интернет Даже Если Блять Там Пиздец Какой Проверенный Человек И Вы Ебать С ним Живете Уже Довольно Давно Никто Блять Не Засейвит Вас От Взлома Никто Взломают И Все Будем Наслаждаться Вами И Даже Если Это Вас Не Останавливает Мне Вас Жалко Никто Блять Не Застрахован И Такое Может Произойти С каждым С Каждым Кто Такую Хуйню Кидает Друг Другу А со мной Нет Потому Что Я Не Кидаю Ебать Долбоёбы Тью Нахуй Поэтому Мы Каждый День С вами Видим Как Тиктокеров Этих Дебилов Блять Сливают Сука Не Безусловно Есть Те Кому Наоборот В кайф Это Все Самим Сливать Блять Ну Это Вопросов Нет К Проположный Вот ну ни разу я никакой хуйни не получал А если получал фотку какой-то там Типа платье или еще что-то Оно быстро удалялось сразу Потому что У меня моя женщина Осознает В каком мире, блять, опасном мы живем Понимаете? Что-то никуда-то не туда ткнул Что-то какой-то пароль легкий поставил Что-то где-то зарегался Оп И твои интимки достояние всей страны, нахуй Да че уж там Достояние всего мира Если ты медийка Вон, посмотрите, вспомните, как Айклауды вскрывали Ты, блять Ты, блять, актриса, нахуй Или актер Мирового, нахуй, масштаба, блять Боже, ты, блять, в Айклауде нюдсы схранишь Ты что, вообще ебанутая Ну, вот Ну, мы же все видели Дженнифер Лоуренс Правильно? Вот как Это возможно, блять, было В тот момент Двухфакторки тогда не было Чел Тебе любой Челебасик Который хоть чуть-чуть шарит в компьютерах Может сказать Что даже Двухфакторку можно, блять, обойти Но Для тебя это, блять, панацея, видимо У каждой компании Есть Разные способы восстановления Поэтому, блять Стремно, чуваки Вот нахуя вы это кидаете, блять Потом, сука, еще сами просят Сами сливают Их за это не наказывают А потом Кто-то другой Ему уже не скинут Уроды, блять, суки вы Гондоны Если бы никто ничего не сливал Мы бы сейчас жили в идеальном мире Вы же это понимаете А так как мы не живем в идеальном мире Я заранее предупреждаю Лучше не надо Лучше всех выступил Зюба Ты понимаешь Его никто не чмырит Потому что он сам над этим порофлил И все Доебов нет Важно то, как ты, блять Как ты отвечаешь на этот хейт На эти рофлы Если ты Относишься иронично к этому То людям ты становишься Максимально неинтересен Ну, то есть, блять Все поржали Он поржал сам над собой И все Все забыли, блять Похуй Но когда ты говоришь Строишь из себя нежную, блять Какую-то там Ой Пиздец какой-то Все Да к этому проще Надо, блять Относиться, на самом деле Если такое произошло Да, тяжело Да, хуёво Да, там это все Начинает раскидываться Родственникам Друзьям И все такое Ну, блять Что теперь поделать, блять Уже Но это произошло Надо с этим вот Уметь жить Есть примеры Девчонок, типа Которые нормально пережили с этим Красавцы Сильные девчонки Просто, блять Сам факт Того А нахуй это Записывать, блять Я не понимаю Чуваки А нахуя Это, блять Записывать Бля, я вообще Нахуй кринжую С людей Кто это записывает Бля, еблю свою Бля, вы что Больны, нахуй Вот а для чего Чисто, блять Вот по логике А для чего Это надо тебе Ха-ха Меня в жопу ебут Бля, ну Зачем Да Которые Она писала После слива фоток И, кстати Слив организовал Именно ее бывший Чтоб на расстоянии Быть вместе Класс Блядь Если ты, сука Свою вторую половинку Сдерживаешь Своими нюцами Блядь Ну я не знаю Иди к психологу Сходи, блядь У тебя что-то не так С головой, очевидно И парень Она жаловалась своим друзьям Какая он мразота Что он все это слил А потом снова Начала с ним встречаться Бывшие друзья Выслушивая все эти жалобы От нее на то Какой он мразота Какой он мразота Увидев Что она с ним снова тусит Что она с ним снова встречалась Они сказали Ладно Все, Тань Это пиздец Мы с тобой больше находиться Не можем Давай пока И ее бывший друг Макрисский Предупредил ее Что если она хоть раз Публично начнет упоминать Приплетать меня То я сразу же делаю видос Который вы сейчас смотрите Однако Танечка ГТФобай не успокаивалась И продолжала творить хуйню Таня начала распространять сплетни О том Что ее бывший друг Братишкин Оказывается Команд Я блять Шоб вы знали Она там пизданула Шо я якобы Блять это Кристаллы какие-то Блять Нюхал Мефедрон Шоль блять Я не знаю Или как это хуйня Блять Шо было в этом Блять Как это назывался Сериал Господи Я забыл Ну этот еще Там лысый Хазенберг Пинкман Вот это вот Они там еще вместе Какую-то синюю хуйню делали Во-во-во Это типа я такую хуйню делал А я тогда такого не делал Я тогда максимум Бутылку блять Сигаретку так вот вставлял И все Ну то есть Это как минимум Пиздешь Да то есть А я осуждаю Блять Вообще Это было давно Ну то есть Это пиздец И я такой Ах ты мразь блять И тоже там нахуй Пизданул на нее У меня был личный интерес Ее захуярить Реально вам говорю Был блять Личный интерес Ее захуярить Потому что блять Ну это пиздеж Прейти сапку ПЖ Я покажу вертолетик Нет спасибо Чё ты так всего горишь Какая тебе по большей мере разница Ты еще любишь осуждать других Учись у Хеса Он смотрит без критики Действительно блять Хесус реально смотрит без критики Вообще Ноль критики Блять В сторону кого угодно Боже чел Клоун Ты забыл пипетку такую красную На нос себе С резинкой Иди отсюда блять Так Ядя Вова Снова здравствуйте А это я уже отвечал Ваша мамочка Хотя сидит Насколько я знал Уже месяца два Месяца два блять Сижу нахуй Вмазанный блять Это конечно Была неправда И что самое смешное Что сама Танечка Как раз таки И являлась А я хуй знает Она у нее Может она что-то там Нахуярилась Типа ей это показалось Блять Я хз вообще Если честно Или она это блять Придумала Нахуй И не раз Водила машину Под эффектом Кто-то понимал Я когда вела машину Я была Укуренная Просто Хлам Ну точнее Мы вдвоем Такие были Но было весело А я не знаю Типа Вот я когда Вот это вот Там угорал По этим приколам Всяким На сигаретке Блять Я хочу сказать Мне нахуй Не причудивалось Ничего Блять Это что надо было Употреблять Чтоб тебе Причудилось Наверное Какие-то Блять Кислоты Нахуй Ну реально Аскорбинки Блять Навкидывалось Показалось Что шеф Тут Блять Это Я тогда еще Не был шефом Чуваки Ой Также она Мразотно Поступала Со своими Подругами Со своими Бывшими Стример Шуха Ильи Она начала Выставлять Еще важно Говорить Что за секс Контент платят Не просто люди А в основном Мужчины Даже если Контент Постят мужчины Да Это я Блять Уже Миллион раз Говорил Это реально Факт Даже если Ты стройный Качок Мужик И ты Постишь Блять На онлифан Свои яйца На это Дрочат Мужики Блять В основном И это Блять Подтвердилось Тем что я У одного Чела Который Это постит Спросил Я говорю А кто у тебя Покупает Он говорит Мужики Блять Я говорю Это пиздец Блять Он говорит Не Есть девчонки Конечно Но Блять Процент Огромный Просто Мужиков Нахуй Поэтому Так и выходит Мужики И мужиков Блять Смотрят И мужики И женщин Смотрят Блять Это пиздец Это пиздец Какая проблема Ребята А они Среди Нас Нахуй Нам Подкидывают Это Уважаемые Дамы Нам это Подкидывают Я Таким Не Занимаюсь Вы Понимаете Нам Такое Подкидывают Сука Спалили По факту Чем Турнистей Путь Тем Дороже Опыт Уважаем Дорогой Борщевик Наш Спасибо Кама Уважаемые Турнистей Совсем Недавно И Жаль Что Я Только Сейчас Осознал Что Это Все Было С Нихуя Мне Конечно Милка Тоже Так Сказал Типа Я Там Ну Что Естественно Было Неправда Что Я Там Наркоман Какой-то Откуда Ты знаешь Друг Я Сейчас Всем Пизжу Тут Бывшей Подруге Что Она Встречалась С парнем Только Ради Того Говорит Неправда Горит Прикиньте За что Он Напал Блядь А сам Реально Даркалы Жесткий Челик Был Очень Классный Я Его Видела Несколько Раз Я Видела Как Таня К нему Относилась То Я Реально Было Интересно Бегаю Когда Кстати День Курка Не Не Знаю Пока Я Узнаю О том Что Они Расстались И Таня Вообще Насрать Ему Было Непонятно Что Вообще Почему Она Так Поступила Почему Она Так Сделала Но Я Просто Сделала Потом Вывод Она С ним Встречалась Только Ради Одной Выгоды Чтобы Он Подарил Ей Мышку Соответственно Блядь Парни С кем Может Повстречаться Мне Нужно Обновить Компьютер На МД Меня Кто То По Любому Подберет На Содержание Сто Процентов Сразу Говорю Ничего Интима Никакого Божик Что Ты Пишешь Со Мной У Тебя Блядь Да Ты Ансаб Нахуй Ну Ансаб Не Рассматриваю Вот И Я Превращаюсь В самую Первую Стример Шу Блядь Пожалуйста Делаем Вывод Что Танечку Очень Интересовали Материальные блага Получаемые От ее Молодых Людей Как Только Она Переставала Это Получать Они Сразу Шли Нахуй В общем Меркантильности Наша Дамочка Не чурается Как И Остальные Персонажи Нашего Сегодняшнего Ролика Опа Ничего Бывает К слову Пиарила Она Как Раз Таким Мини Бизнес Влада Таня Постоянно Рекламировала Скам Проект Своего Бывшего Молодого Человека Который Еще Слил Также Она Не раз Кидала Своих Рекламодателей На бабки Они Давали Таня Деньги Чтобы Она На стриме Крутила Кейсы На их Площадке Конечно У меня Кстати Еще Должок Один Есть По одному Стриму Рекламному Должок Я Этот Держу И Его Нужно Будет Сделать По Мобильной Вот Этой Гаташ Помните Играли Я Ради Чего Телефон Сука Но Контакты У меня Есть Нет Помните Я Стримил Ну Над Школьниками Издевался Гранд Мобайл Точно Их Которые Она Получала Напрямую Было Ей Мало Они Договорились Похорон Алексей Я так Плохо Давно Не Не Было Сижу Рыдаю Считаю Посты Его Жены Так Хочется Чтобы Мил Был Ой Хочется Жизни А не Смерти Ой Чел Так Это Первое Второе Не Расстраивайся Плакать Надо Было Блядь Тогда Когда Алексея Посадили Но Никто Не Плакал Поэтому Я Могу Сказ Что Люди Лицемеры Уебки Блядь Вот Не Надо Мне Вот Эти Истории Рассказывать Как Вам Грустно Сейчас Никто Блядь Не Плакал Нахуй Когда Чела Посадили Никто Всем Похуй Было Рекламодатели Были местами Довольно Сомнительные Но Как Факт Набрала Деньги И В итоге Не Выполняла Обещанного Какая Досада Это Мадам К своим 18 Так Факт Я сам На митинги Выходил Чуваки Серьезно Я сам Выходил На митинги Типа Ходил Ходил Потом Бам Типи Чела Закрыли И Я Чё-то Думаю Бля Ну Будет Какая Новость Может Чё-то Там Ну Ещё Что-то А Нихуя Не Было А Потом Типы Взяли И Убили Просто Его Канал Просто Блядь Убили Его Нахуй Его Стало Неинтересно Смотреть Вообще Все Эти Легендарные Даже Если Блядь Это Были Какие Настоящие Разоблачения То Или Ненастоящие Я Смотрел Их Блядь Под Попкорн Как Фильм Нахуй Понимаете Вот Про Чё Я Смотрел А Сейчас Бля Это Просто Пиздец Я Не знаю Это Кринж Блядь Да Когда Меня Посадят Тоже Всем Похуй Будет Там Погрустите Чуть Блядь А потом Думаю Ну Чё Там Вова Сидит Да Похуй И Всё В принципе Может Кто-то Будет Мне Там Единицы Посылочки Какие-то Отправлять Они Может До Меня Не Дойдут Потом Я Вот Меня Не Станет Там Не Дай Бог Вообще Начнем С того Что Я Не Попаду В тюрьму Схуя Ли Я Туда Собрался Погрустите Чуть Чуть И Всё Ну Так Работает Человеческий Организм Я Вам Не Родственник Ничего Типа Я Был Клоун Просто Который И всё Вот Как-то Так Это Будет Стрипухи Ну Вон Блядь Лил Пипа Не Стала Нахуй И Что Когда Он Помер Все Стали Его Фанатами Прослушивание Подлетели До Рекордных Каких-то Блядь Количеств А Сейчас Уже И не То Совсем Так Работает Всегда И Переспать С Несчастливым Количеством Парней Она Даже Успела Повстречаться С Дотером Алохой И Заразить Венеричкой Известного Киберспортмена Рамзеса Не знаю Как там Было На самом Деле Но Таник Ебать Хорошо Как Говорила Что Рамзик Ей Изменил Заразился Венерической Болезнью От Той Девушки И Заразил Потом Таню И Все Это Еще Цветочки Оказалось Что Это Настолько Мразотная Беспринципная Патологическая Пиздоболка Что После Разблачения Она Начала Говорить О том Что Она Шары Употребляла Не Просто Так После Смерти Ее Друга Однако До Этого Умерла Сестра Моей Бабушки У меня Навалилась Еще Куча Проблем Я Не Выходила Из Тильта И Единственное Что Я Видела Для Себя Подуть Просто Шары Однако При Сверхи Дат Ну Ладно Что Когда Таня Дула Шары Друг Ее Еще Был Жив Ебануться Охуеть Пиздец Еще До Всех Тех Разоблачений Ее Карьера Уже Пошла Ко Дну Из Всех Тех Слив И Обычно После Постинга Таких Интересных Материал Я Нат Мой А я Ебу Что Ли Сыкс Я Ебу Где Твой Донат А Вижу Есть Смотрю Шесть Лет Начал Смотреть Обзор На Дневник В школе Помню Когда Участвовал Пиксель Баттли В первом Понял Спасибо Ну Ваша Чат Я Ваша Девочка Что за Пиздец Ваще Бля Снаменитости Их фан База Растет Но Это Не Тот Случай Бля Да Всем Поебать На Твои Ебучие Слитые Фотки Господи Нормальных Людей Пригорают Только С того Что Она Пишет Типа Вот Он Меня Избивал Но Я Продолжала Любить Он Эль Биздец Слушай Так Хорошо Тут Выглядишь Бля Наивности Я думаю Что Здесь Против Нее Сработал Ее Ж Образ И К тому же В этих Сливах Она Как Ливнуть Вот Так Голову Поворачиваешь Смотри Там Так Форточка Бля Отсуждаю Никак Тебе нет Что стыдиться Бля Я стыжусь Своих Моментов А тебе Нет Чего Стыдиться Казалось Что Штукатурки Она Не Так Если Да Охуенная И Базу Прогоняешь А я Тоже Базу Прогоняю Ну Не Ту Базу Политическую А Просто Базу По Жизни Понимаешь Мы Чем То Похоже А Я Тогда Не Прогонял Базу Дополнительно Оттолкнуло Ее Обожателей После Я Нес Хуйню Началась Трабля Всеинтернет Масштаба Они Узнал Весь Интернет Танюх Открай Баллон Самая Веселая Это Танюха Она Просто В жомбу Угорает Вообще Все это Время Она Просто Ждет Пока Баллоны Подвезутся Ну Где Ебать Смотрите Я А кто Тут Тут Наташка На Тусик Есть Не На Тусика Нет Короче Я Помню Эту Мафию Алкомафия Была Нахуй Ой Как же Я Там Ужрался Я Там Уснул Нахуй Просто Я Уснул За Компьютерным Столом Значит Повыебывался На Генсуху Генсуха На Меня Потом Я Значит На Этой Мафии Уснул Потом Я Помню Дина Блин Че Торет А Где Вова Где Вова Я Встаю Такой Говорю Я Тут Я Ничего Я Просто Прилег Говорю В итоге Не Выдержав Напора Готфоба Смех Не Поменялся Блять Она Покидает Интернет И Уходит К Папику Теперь Одну Милка Ты Забыл Одну Очень Важную Новость Ту Новость Которая Прям Ну Просто Точку Поставила Либо Ты Будешь Дальше Про Нее Говорить Выходит Разоблачение На Проституцию Или На Стриптиз Клубы С Интимом От Какого То Канала Туда Приходят Чел Заранее Подготовленный Устраиваться На Работу Она Приходит С Камерой Скрытой Начинает Блять Устраиваться На Эту Работу И Ей Рассказывают Самую Базу Что Нужно Делать Чтобы Клиент Был Доволен И Там Блять Сидит Таня Блять Эту Хуйню Прогоняет Блять Как Весь Интернет Еще Охуел Тогда Блять Ебать Вот это Был Финалочкой Блять Понимаешь То что Там Что-то Макривский Сделал Это Блять Ну Была Жижла Хуйня Но Подтвердился Ролик Вот Именно Вот Этим Разобла Блять Ну Каков Шанс Блять Чел Админов Хостеса Можно Тоже Выебать Просто Ценник Блять Х5 Нахуй Понимаешь О Для тебя Откроют Тайну Нахер Не упал Ну Или Не Выебать Блять А Типа Блять Я Шарю Нахуй Поверьте Мне Просто Замечательным Человеком Поэтому Причем Блять Работал Вы еще Больны Но Долго Она Не Продержалась Видимо С папиком Че-то Не Заладилось И Она Снова Продолжает Стримить Но Уже Под Другим Ником Блять Блять Да Лично Она Была Замечена Еще Ой Бля Ебать Трио Разъеб Строй И В целом Она Продолжает Стримить Вообще Не понимаю Как так Вышло Блять С дружбой Ну Пиздец Кажешь До сих Пор И Уже Нахуй Никому Не Нужно Все Блогеры Все Стримеры Блять Все Ютуберы Включай Четыре Свадьбы Девушка Такая Я Занимаюсь Блогерством Блин Сколько Жи Вас Нахуй Расплодилось Это Пиздец Включай Неспособная Вывести Конкуренцию Теперь сидит И смотрит За тем Как у нее Отбирают Онлайн И более Талантливые Коллеги И Продолжается Нынешним Реалием Это Довольно Таки Смешно Потому что Ей всего Лишь 23 Года Или 24 Где-то Так Мне буквально Сегодня Будет 26 Я Ощущ Что 28 28 Вот Он И Выглядит На 26 Мы Ровесники Почти Гораздо Бодрее Жибее Чем Этот Человек Её карьера, как она сама, как личность, построенные на лжи, обмане, лицемерии, словно карточный домик, разлетелись по ветру. Очень часто бывает, что карьеру могут разрушить не... Чат, у нас, если что, в 22.00 мы идём играть техасскую резню, а завтра, я подрубаю пораньше, мы начинаем смотреть видео деда Пи-47 и беременна в 17... ой, в 16. Прям начинаем, поэтому я прошу просто фоунса заранее. Прямая мы в онлайне, а то, что происходит за кадром, и наш сегодняшний персонаж не исключение. Также из интересных наблюдений... В 16 беременна, а подрублю пораньше. Я не знаю, я скажу. Их неконтивность и желание заработать денег любым путём никогда не доводит ни до чего хорошего. И вот как вы думаете, насколько упадок её соцсетей заслужен? Я думаю, что вполне себе заслужен, ведь у нас уже есть пример людей, которые даже после удара под их всё равно смогли продолжать и встать на ноги. Да, инстасамка не лучший ей пример, но как факт. А Таня с самого начала не старалась, вместо того, чтобы качать себя как контент-мейкер, она просто хайповала за счёт других, за счёт каких-то инфоповодов, за счёт жопы. А долго людей жопа не прокормит. Что ж, я довольно долго собирал эти материалы, потому что найти инфу по стримерам оказалось не так уж и легко, тем более, что, оказывается, в интернете до сих пор не было ни одной компиляции, которая... Как я такой уродец? Завали ебало, я там пиздец какой красивый был. Не то, что сейчас, блядь. Завязано на идее... Сейчас я реально, блядь, посмотри на меня, который... Вон. Где я-то? Лучший ей пример, но как факт. А Таня с самого начала не старалась, вместо того, чтобы качать себя как контент-мейкер, она просто... Вон, посмотри. Что стало, блядь? Вот тебе и Бруклинг. Бруклинг, блядь. Вот тебе и Бруклин. Псы идут, когда запах в будке, блядь. Или папа в будке, я не помню. Нос уменьшился. Да не, это камера просто. Блядь, ебануться нахуй. Ой, блядь. А что реально со мной стало? Я старый, блядь, стал. Я думал, меня старость не берет. Эй, Скуф. Этого юный лик так соскуфился, мужик. За пару лет стал как старик. Ну ладно. Чат, на самом деле нихуя не поменялось. Проблема в том, что я убрал шлем и стал причёху закидывать наверх. То есть, если я вот сейчас такую же причёску себе сделаю, одно еблище будет. Ну ладно, не одно, блядь. Тут и обвешу-то, господи, 58, наверное. Посмотрите, она тоже худая. Хайповал за счет других, за счет каких-то инфоповодов, за счет... Чё, сейчас досмотрим и идём. Найти инфу по стримерам оказалось не так уж и легко, тем более, что, оказывается, в интернете до сих пор не было ни одной компиляции, которая завязана на идее стримера, которые всё потеряли. Поэтому надеюсь, что... Чё, лучше выгляжу? Я лучше выгляжу реально? Да? Благодарю. ...формат, может быть, вы хотите... Ну ладно, сильно-то в жопу не лезьте мне. Но мне приятно. ...стримерах, об их падениях, об их историях. Обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я анонсирую свои стримы, иногда... Да, мне нравится этот чувак. Подпишитесь, кто посмотрел реакцию реально на него, блин, бедолага. Надо ему, блин, подписчиков реально. А то, я уверен, реакция много соберёт. Надо, чтоб каждый подписался реально. Чтоб он ещё сделал. Надо про стримеров. Вот там вообще мясо нахуй. Причём, мужик, я тебе прощу сейчас, что это 30 минут. Ещё возьмём, ну, 28 минут. Возьмём твою рекламу, где ты ещё, ну, 5 минут пиздел. Поэтому минус 5, 23, ну, ещё минуту накину, минус 6 минут, 22 минуты, ебать как мало. Давай-ка часовой видосик по стримерам нахуй. Часовой, блядь. Чтоб шеф растянул на 3. Чтоб это собрало, дохуя. Чтоб это было интересно. Ну, ты хорошо рассказываешь, мне нравится. Мне очень нравится, реально. Но мало, вот, ну, мало. Вот. И причём показалось мне, что про Таню было максимально развернуто. Вот прям, ух, хороший контент. Мне нравится. Мне нравится смотреть, кто всё проебал. Обожаю такие видосы. Я за этого самоутверждаю за счёт этого. Я такой думаю, бля, ну, я так не сделал. Я красава нахуй. Так, техасская резня. Выгоднее куча нарезок, чем один видос. Нет, я обожаю видосы смотреть час. Час для меня сейчас самое оптимальное в просмотре. Мне сейчас не хватает контента. Я короткие видосы не включаю. Я сразу уже думаю, сейчас будет, блядь, короткий видос, короткое мнение. Блядь, нахуй надо. Я, если какая-то игра, смотрю обзор час. Смотрю ещё что-нибудь на ночь. Тоже два часа. Чтоб мне хватило пропердеться, полежать, чтоб видос не закончилось. Мне не пришлось просыпаться. Пультом опять тыкать, что я буду смотреть. Короче, мне нужно прям вот час на стрим, чтобы что-то обсосать можно было. 30 минут это хорошо, но маловато. С учётом того, что было бы 30 минут ровно и без рекламы, не учитывать рекламу, то есть с запасом 37 минут где-то было бы заебись. Он прям ещё может подушнить, этот мужик. Мне нравится ход его мыслей. Я ему респектую, потому что такой же скуф, как и я. То есть мне порой даже ничего говорить не нужно. Он всё за меня говорит. То есть он максимально похож. Что-то на Старперском, что-то по-моему. Тут прям, ну, он реально похож на меня, правда. Ты что-то пердит там, что-то. Ну, мне...